Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, с чего все-таки нужно начать разработку своего собственного мобильного приложения, то есть с чего нужно начинать, чтобы зря не потратить время и свои ресурсы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать андроид-разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по андроид-разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «Ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android-разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! Когда вы начинаете разрабатывать свое мобильное приложение, очень важно на самом старте проанализировать свою идею. Здесь есть множество аспектов, как нужно анализировать свою идею, но самое главное, о чем вам нужно подумать, это зачем вы, собственно, делаете это мобильное приложение. Какая цель у вас? То есть, что вы хотите? Вы хотите заработать? Или вы делаете свой учебный проект, чтобы его показать, потом трудоустроиться? Или вам нужно привлечь аудиторию? То есть, что вы хотите? Если вы хотите заработать на своем мобильном приложении, то сразу же, перед тем, как вы будете даже анализировать идею, вам нужно понять, как вы будете монетизировать это мобильное приложение. В современных реалиях существуют два варианта монетизации своего мобильного приложения. Это заработок на платных подписчиках и заработок на рекламе. О чем же тут нужно подумать? Смотрите, по поводу подписки. Значит, как это работает? Вы делаете 87-80% функциональности своего мобильного приложения бесплатной. А то самое важное, для чего, собственно, и предназначено это мобильное приложение, то самый сложный функционал, то самую суть, делаете по платной подписке. Не нужно делать вот эти вот копеечный подход, когда вы говорите, заплати мне 100 рублей, и не будешь видеть рекламу в мобильных приложениях. Это очень глупый подход. Когда мы говорим о заработке, тут нужно понимать, если вы хотите зарабатывать на своем мобильном приложении, как на платном продукте, то вам нужно понять, какой функционал вы будете выносить в платных подписчиков. И подумать сразу о том, как вы будете принимать оплату за платные подписки. Потому что если вы находитесь в России, а мой контент моего канала, в основном для тех, кто находится в России, то тогда вы не сможете напрямую, без всяких обходных путей, выводить деньги со своих платных подписчиков. Поэтому вам нужно сразу продумать функционал, через который вы будете позволять своим подписчикам оформлять платную подписку на ваше мобильное приложение. Ну, собственно, вот так вот работает платная подписка. Теперь по поводу рекламы. Не стремитесь сделать на своем мобильном приложении дешевую рекламу, как раньше это была реклама, которая генерируется с Play Market, а это очень слабый и дешевый подход. Старайтесь сделать свое мобильное приложение для понятного круга лиц, например, для людей определенной профессии, или, в общем, узкоспециализированных людей в идеале, которых очень цены. То есть, например, для врачей-стоматологов приложение, приложение, в которых основная, допустим, аудитория, не знаю, там, водители такси, или просто у тех, у кого есть автомобиль определенной марки. То есть, понятные люди должны пользоваться этим мобильным приложением. И в этом случае к вам придет, который будет заинтересован именно в этой категории людей. Он не пойдет просто к какому-либо другому мобильному приложению, у которого аудитория от школьников до бухгалтеров пойдет к вам, потому что у вас конкретно та аудитория, которая ему цена и важна. Ну, например, вы делаете мобильное приложение, которое будет полезно для владельцев кошек, у кого кошки. Делаете контент на мобильное приложение, и к вам придут либо различные ветеринарные клиники рекламироваться, либо какой-то, возможно, какие-то товары для кошек будут рекламироваться. Либо вы делаете, допустим, приложение для рыболовов, кто за ним увлекается рыбалкой в своем регионе, или вообще в городе, в своем. И у вас понятный круг лиц, понятная аудитория, к вам придут люди, которые продают товары или сдают какие-то что-то в аренду для вот этой категории людей. То есть чем уже категория людей, чем уже, чем более понятен ваш круг пользователей, тем более дорогая реклама будет у вас. Чем у вас более разношерстная публика, тем более дешевая будет реклама у вас. То есть вы должны подумать действительно по поводу монетизации. Если ваша цель не заработать, а собрать аудиторию, ну, собственно, тут просто делайте мобильный приложение, делайте свое мобильное приложение, все, собираете аудиторию. Если вы решили собрать аудиторию, то, я думаю, у вас уже есть конкретная идея, ее не нужно анализировать. Но и двигаемся дальше. Если у вас все-таки есть идея заработать, то тогда дальше нужно посмотреть эту сферу, например, есть ли уже такие мобильные приложения. Идеалом будет, если у вас будет в вашей сфере один миллионник приложения, какой-то миллионник, ну, то есть, грубо говоря, миллионник, у которого, значит, большинство пользователей, и который начинал двигать эту сферу, и куча мелких. И таким образом у вас вот этот миллионник, он будет локомотивом, который будет пробивать стену и привлекать аудиторию. А вы, а ваша задача соревноваться со всеми этими мелкими другими приложениями и врасти на ихнем фоне, да, то есть, с ними конкурировать. Не с миллионников, а с конкурентами. И тогда вы сможете во втором месте, располагаясь, забирать все самые важные сливки, начать. Это позволит, такая стратегия позволит вам начать заработать. То есть, вот эта стратегия, когда вы не к самым главным игрокам на рынке конкурируете, а со всеми мелкими, такими же, как и вы, вы конкурируете и начинаете зарабатывать первые деньги, а потом можете вкладывать, перевкладывать, расти и в дальнейшем уже соревноваться с этим миллионником. Ну, например, если вы заходите в сферу, где уже куча этих миллионников, там, 5 миллионников, то вам будет сложно расти в этой сфере. То есть, нужно анализировать сферу. Допустим, вы нашли такую сферу. Нужно посмотреть мобильные приложения, прям скачать их и установить, и посмотреть, как они работают. И выписать себе, что вам нравится по дизайну, что не нравится по дизайну, что плохо работает, что бы вы могли улучшить. И изучаете отзывы. И смотрите, на что люди жалуются, что людям нравится. И вот, анализируя всю эту информацию, уже планируете себе, как будет выглядеть ваше мобильное приложение, как оно будет работать. И после этого вы уже приступаете непосредственно к разработке. То есть, на этапе, когда вы только задумаетесь о своем мобильном приложении, нужно в первую очередь подумать, для чего вам нужно это мобильное приложение. Если нужно для заработка, продумать стратегию монетизации. И сразу понять для себя, как вы это будете реализовывать. После чего проверить идею на востребованность. И наметить себе то, что по конкурентам. То есть, проанализировать конкурентов, понять, какие у вас конкуренты. И нужно также понять вам, что вы будете улучшать по сравнению с конкурентами. И что вас будет выделять на фоне конкурентов. В целом, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Действительно, в нынешних реалиях Android-разработчик, самостоятельный Android-разработчик, а не тот, кто работает на дядю, будь то, кто хочет работать на себя, он должен понимать в маркетинге. Не знаю, хорошо ли это, плохо. Но, скорее всего, хорошо. Потому что всегда ценились люди, которые не узконаправленные, а которые интересуются еще чем-то другим, помимо программирования. И могут создавать целостный продукт, а не просто быть рабочей лошадкой. И поэтому, конечно же, в нынешних условиях, современных нужно разбираться и в маркетинге. И интересоваться хотя бы маркетингом в сфере мобильной разработки. На YouTube много бесплатных роликов, которые вы можете посмотреть и понять, как люди все-таки зарабатывают на самом-то деле. Но на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. Возможно, я планирую делать так, что видео будут выходить теперь раз в две недели, потому что у меня новый проект в сфере бэкэнда, и поэтому ролики будут выходить раз в две недели. Ну, а если вы хотите разрабатывать, научиться создавать свои мобильные приложения, я приглашаю вас к тебе на курс. Если хотите стать Android-разработчиком, я также приглашаю вас на курс. Вы после курса сможете либо трудоустроиться, это вполне понятная причина, если вы хотите свой эту профессию для трудоустройства, это также заслуживает уважения, потому что, скажем так, заработок на мобильной разработке, как на собственном бизнесе, он далеко подходит не всем, потому что не все хотят вкладывать силы в развитие своих продуктов, а многим нужен просто стабильный доход и стабильная работа. А Android-разработка для этого подходит очень даже хорошо, так как конкуренция не такая большая, как во фронт-энде, но, тем не менее, с каждым годом, с каждым месяцем, даже уже можно сказать, я вижу же рост конкуренции в этой сфере. Допустим, сейчас такая конкуренция, которой не было еще в прошлом году, даже несмотря на то, что много санкций. То есть сейчас еще довольно-таки, если сейчас начать изучать, то в течение полугода выучиться, то можно зайти в эту сферу еще в более комфортных условиях. Думаю, уже следующей осенью таких комфортных условий для входа в эту сферу не будет. Ну, в общем, это уже тема для другого ролика по анализу рынка. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok